Международный симпозиум Камарт в этом году разместился в Кицканском монастыре, и это необычно. Во-первых, монастырь и учреждение довольно закрытое. Во-вторых, Камарт, как правило, собирался в каменке. Многие даже думают, что первая часть слова в названии кам – это от слова каменка. На самом деле кам сокращенно от камлания – ритуальное вызывание духа шаманами. Ритуал древний, языческий, но все же духовный, а о духовности и случаев божественного проявления в работах художников Камарта хватает. В этом убедилась Александра Гашицкая. Она отправилась в монастырь, поговорила с художниками и полюбовалась на картины. Увидеть их можете и вы. В воскресенье в монастыре откроется выставка картин, написанных здесь. Потом картины разъедутся по всему миру вместе с духом и энергетикой нашей Земли. Камарта Кицканскому монастырю 160 лет. 160 лет здесь живут духовные люди. Сейчас их там больше, чем обычно. Монастырь стал приютом художников. Здесь живут и пишут картины больше 20 мастеров из разных стран мира. Они приехали в Приднестровье на международный симпозиум Камарт. Проводя симпозиумы в Каменке, либо в других местах, мы сюда привозили наших друзей, художников, буквально на один день, под благословение отца Паисия, походить по монастырю, сделать зарисовочки, выпить стакан доброго монастырского вина и уехать дальше по другим местам. И именно в этом году, в этот юбилейный год, отец Паисий благословил здесь провести непосредственно полностью во всем объеме наш симпозиум. Девять часов утра, еще не очень жарко. Виктория Горохова, художница из Дубасар, пишет с натуры Вознесенский собор. Сегодня с утра писала под хор, шла служба за утренние, и здесь все как бы атмосферно очень, и такой настрой душевный, пишешь храм, еще и музыка вдохновляет. И об этом, об особой атмосфере говорят все художники, что приехали на Камарт, а они много чего в жизни повидали. Большинство участников Камарта – состоявшиеся мастера. Потрогайте, это корейская бумага. Меня зовут Клеменс, и я называю эту технику техника Клеменс, потому что я ее придумал. Это Клеменс Бианг Кун, профессор Корейского университета. Сейчас живет и преподает в Австрии. Католик. У него было около 200 выставок по всему миру. О таких людях так и говорят. Человек мира. Каждый месяц выезжаю на подобные симпозиумы. Это уже 186-й симпозиум, в котором я участвую. В следующем месяце я еду на следующий. Говорят, художник – рука Бога. И в Кицканском монастыре это особенно остро ощущается. Вот художник из Кишинева Эльвира Чемартан Волошин пишет картину прямо в храме. Тут идет ремонт. Внутри строительные леса, алтарь закрыт пленкой. Настоятель монастыря, отец Паэсий, разрешил участникам Камарта тут работать. Так воплотилась давняя мечта художника. Я очень мечтала. Во-первых, у меня было уже где-то год такое видение, что я должна писать ангелов. И у меня не получалось. Когда я увидела там, вот вы увидите, ангелы летают. И в красном я поняла, что вот тут я буду писать. Эмоции, эмоции. Я просто очень довольна и очень счастлива. Еще и работать в церкви. Я не знала, что мы попадем. Я думала, что мы будем в мастерской, вот так вот будем сидеть, мы будем приходить, смотреть. Но то, что я буду сидеть и работать в церкви, это для меня вообще было, ну, конечно, это здорово. Мастерские для художников сделали в гостинице-монастыря. Три небольших комнатки в каждой 4-5 человек с мольбертами, кистями, красками. Довольно тесно. Да и сами художники говорят, что это выход из зоны комфорта. Но тут же опять добавляют про непередаваемую атмосферу. Такая энергия, что неважно. Мне кажется, если бы мы все 12 или сколько нас были в одном пространстве, это... Во-первых, у нас очень дружная компания собралась. Мы общаемся, мы меняемся мнениями, мы... Мы подпитываем энергетически, вдохновляемся друг от друга, где-то подглядываем какие-то техники. А как к этому нашествию отнеслись монахи. Самих жителей монастыря мы спросить не могли. Об этом рассказали художники. Для них это тоже дискомфорт очень большой. Представьте себе, вы живете вот такой закрытой жизнью. Вдруг врывается стая непонятных существ, которые оставляют за собой грязные там следы краски, которые кричат, шумят, едят где не надо и вообще не соблюдают никаких норм. Так мы видимся в их представлении, мы так выглядим. Есть люди, которые с нами абсолютно на одной волне. Вот мы вчера беседовали с иконописцем здешним. Потрясающая лекция, очень интересный разговор. Я бы и договорились, еще продолжим. Вот ради одной этой встречи, чтобы приехать сюда. Камарт в Кицканском монастыре начался с открытия персональной выставки Юрия Салко. Народный художник Приднестровья 19 лет назад придумал и создал Камарт. Многие работы художника так или иначе связаны с монастырем. Вот как эта картина благословения плодов. Изначально на холсте должен был появиться монастырь, но в работу вмешалось проведение. И как-то так я устал, не пошел у меня этот этюд. Видимо, еще сказалось, перед этим пару дней получил еще солнечный удар тоже на этюд. Ну, вообще, ну, вообще все плохо. Вот как-то вот стоял я мучился, а за спиной у меня был заборчик частного дома. И за забором встал. И женщина, пожалуй, собирала груши. Видимо, ее вот такие вот физические мучения, она как-то так вот собрала вот эти вот груши, такую охапку этих груш принесла мне и угостила меня. Как они были кстати. Это было нечто. У нее вот это пересохшее горло. Я вкусил вот этот сок груш, вот он у меня вот так вот побежал по бовороде. Это было как раз вовремя все сделано. В это время солнце опускается еще чуть-чуть ниже. На куполах Кицканского монастыря засверкали именно вот эти лучи, заходящие солнце. Тут удар колокола к вечерней. Это был... Вот я сейчас рассказываю, у меня уже сейчас по телу дрожь идет. В этот момент Юрий Салко увидел, что нужно писать. Так появилась эта картина со святым Паисием Величковским, покровителем Кицканского монастыря. Ну и с грушами, конечно. Работа, она очень быстро была создана. Я закончил буквально за пару дней. Потом она пропутешествовала у меня в Италию на международную выставку. Была получена серебряная медаль. А в дальнейшем я был удостоен звания академика Римской академии современного искусства. Но как после таких историй не пригласить художников в монастырь? А вот еще одна история о творчестве и божественном присутствии. Вот эту икону с изображением святой княгини Людмилы Чешской Юрий Салко написал на заказ. Икона попала в очень набожную семью. В какой-то момент икона замироточилась. Появилось несколько струек, стекающих по одеянию. Вот это вот здесь вот из ручки, вот так вот, из крестика, вот так было несколько таких вот струек. Через время, она довольно-таки долго держалась, по-моему, где-то в полугода держалась эти струки. Благухание было такое невообразимо вообще. Благухание такое, нельзя ни с чем сравнить, именно на что это может быть похоже. Для меня мироточение в какой-то мере явилось знаком подтверждения принятости и правильности моего пути. К марта этого года и выставка Юрия Салко открылись в праздник Вознесения, а закроются в это воскресенье на Троицу. И в этот же день художники представят картины, которые написали здесь, в монастыре. По правилам симпозиума, как минимум две картины каждый художник оставит у организаторов симпозиума. Ангел художницы из Молдовы тоже останется в Приднестровье. Для художника расстаться со своей картиной – это очень тяжело, потому что это твой ребенок. Но когда ты знаешь на благие дела, это так вдохновляет. Говорят, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. А вот с Мольбертом получается можно. Симпозиум дает возможность художникам, которые могли бы никогда не встретиться, работать рядом и говорить друг с другом на одном языке. Языке искусства, мира и любви. А этого миру сейчас так не хватает. Александра Гашицкая, Данила Кузьменко и Александр Киркелан. Отражение.